На два десятка столбов нанесли три рисунка. Это калаш из орнаментов разных народов мира, эмблема в виде разноцветной ромашки и голуби, разлетающиеся во все стороны. Именно так и выглядит точка зрения. При просмотре под определенным углом части картинки складываются в одну целую. Спроектировали арт-объект две омские художницы – Мария Шенкевич и Алена Пожеленко. По их задумке, скульптура символизирует разнообразие стран, народов и людей, которые между тем имеют много общего. Конкурс предполагал, что должна быть эмблема, не должно быть никаких политических, религиозных подтекстов, но при этом какая-то должна быть творческая составляющая. Когда фестиваль был организован молодежью и студентами, то из разных стран. Соответственно, мы приняли решение, что это должны быть разные точки зрения. На основании и форме круга вертикальные четырехгранные столбы разной высоты, как будто жители планеты. Предполагалось, что к ним можно заходить и перемещаться между. Как рассказала Алена Пожеленко, одно из условий конкурса – сделать максимально экономичный архитектурный объект. Общая стоимость объекта около 150 тысяч рублей. Внутри металлические конструкции, а снаружи – это пластик. И мы очень надеемся на бережное отношение жителей к объекту, потому что, конечно, при желании можно испортить все и сломать. Мы очень надеемся, что люди отнесутся с пониманием. Арт-объект установили в городе в качестве наследия Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре. 120 амичей, 70 делегатов и 50 волонтеров поедут в Сочи. Этот мировой фестиваль проводят нерегулярно. Последний раз он прошел 4 года назад в Эквадоре. А вот в России фестиваль снова вернулся только спустя 32 года. Если мы помним, какое значение и какой след он оставил на самом деле в истории страны, то и переводя это в параллели с предстоящим событием, мы действительно понимаем, что это нужно увековечить в памяти. Не только тех, кому посчастливилось там побывать или увидеть или прочитать в СМИ, но и тем, кто потом придет после нас и вспомнит, что такое мероприятие вообще в стране было. Однако рядом со скульптурой нашлись и те, кто не разделяет пафосное чувство радости за участие Омска в фестивале. Я, допустим, не поняла бы, что он относится к Сочи, и мне как бы, ну, все равно. Ну и многим студентам, я думаю, тоже все равно, которые здесь ходят. А в основном это студенты. Уже 14 октября 120 амичей будут в Сочи. На авиабилеты для них областное министерство спорта потратило около 3 миллионов рублей. Тиняя Бессараб, Максим Мартынов, Антенна-7.